Всем привет! Это Марина, рубрика Косметичка на неделю. Можно сказать, что это такой экстренный выпуск, потому что сейчас начало девятого утра и я пытаюсь снять это видео уже вторник. Совершенно нет времени. Вот я не делала в этом году никакого перерыва после Нового года для этих видео. И не хватает времени на то, чтобы снять и смонтировать. Сейчас вам покажу то, что было на предыдущей неделе. Все собрала в косметичку и отдельно стоит парфюм. Сразу о парфюме. Это у нас Zara, Forget Me Not. Действительно очень похож аромат на Dolce & Gabbana Light Blue. Но все же он не идентичен. То есть Dolce & Gabbana дольше сохраняет свою свежесть в течение дня. И ноты лимона ощутимы до конца. То есть даже вечером это что-то свежее, что-то такое воздушное. А этот же аромат, он все-таки более сливочный. Он становится таким густым к вечеру. В общем-то я не совсем его еще распробовала. Но вот разница, конечно же, очевидна. Но если понюхать просто из флакончика этот запах, то, конечно же, он очень похож на Light Blue. Извините, немножечко хриплю, но тороплюсь еще. Не знаю, что из этого получится такое видео. Так. Дальше. Была пудра Givenchy Fleur de Franjipani лимитка. У меня здесь есть смотрите, какой результат. Помните, я вам показывала углубление, и казалось, что там совершенно мало продукта, и буквально за два раза у меня образовалось вот такое вот отверстие, донышко видно. Не знаю, не хочу, чтобы этот продукт быстро заканчивался. Очень он мне нравится. Ну, в общем-то, когда закончится, тогда и закончится. Также получилось у меня закончить, наконец, вот эту вещь. Вот, видите, абсолютно ничего здесь не осталось. Я, наконец-то, с ней расстаюсь. Очень этому рада. И я думаю, вы тоже рады, что вы больше не будете видеть эту палетку. Мне нужно будет подумать над каким-то другим продуктом, который я добавлю на постоянной основе, чтобы его заканчивать. Но пока что я буду рада от него отдохнуть. Так, добавляла вот такой пробник Вишин Дермабленд, и, как видите, он до сих пор запечатанный, потому что не пользовалась. Не пригодился он мне на прошлой неделе абсолютно. Я как-то по большей части даже, можно сказать, отдыхала от макияжа. Масло для губ с орехом Макадами использовала. Нравится. Вот эту вещь обязательно использовала. Я наношу ее зачастую несколько раз в неделю. Это 8 в 1 от Эвелайн восстанавливающее средство. Блеск Вивьен Сабо. Каждый день использовала. Нравится. Вот эту помаду от Диор. Ну, наверное, раза 4. Это 298 номер. Называется Беш Инносенс. Хорошая помада, такая нейтральная. Мне нравится ее наносить очень тонким слоем. Тогда она делает красивый эффект естественных губ. Такого приятного очень оттенка. очень нравится. Но вообще я поняла, что все-таки мне больше идут какие-то красные оттенки. Возможно, немножко сиреневатые. А вот эти вот нюды все-таки это была такая дань моде, можно сказать, когда все это было на слуху. Вот эти вот все ванилы трюфеля от Эрсен Лоран и разные другие помады из этой серии. В общем-то, у меня нюдов, наверное, штук 5. Но мне идут больше красные оттенки все-таки. А вот эту вещь практически не использовала эта база для теней от Эльф. Карандашик от Арифлейм буквально пару раз. А вот этот карандаш, который я собиралась закончить, я вообще забыла. это у нас Мальва оттенок 45 Натюр. Я его оставлю, потому что нужно его закончить. Просто забыла на той неделе о нем. Для бровей использовала, как всегда, Диор Шоу Айконик. Я не знаю, когда это средство у меня закончится, но, в общем-то, оно такое устраивает меня полностью для бровей. И мне сейчас настолько удобно, что брови не нужно рисовать, а просто причесать вот этой кисточкой. Не знаю, удобно. Такой вариант. Герлен Метеориты Перл Денуи использовала. Тушь продолжала использовать от L'Oreal Volume Million Lashes So Couture. Она также продолжает мне нравиться. И я рада, что она нравится многим из вас. Но, в общем-то, хотела отметить, что все же то, что я хвалю, советую, это все-таки более индивидуально. индивидуально. Если что-то вдруг не подойдет, то, пожалуйста, не держите зла, потому что все мы разные. Но, в общем-то, я рада, что эта тушь кому-то тоже понравилась, кроме меня. Хотя я, скажем так, заприметила ее несколько позже, чем другие девушки, которые снимают видео. Так, на этом все. Нужно набрать новую косметику на следующую неделю. Оставайтесь со мной. Остается у меня эта тушь от L'Oreal. Также остается для бровей Dior Econic. И оставляю в Align средства для восстановления ногтей. Остальные продукты я решила убрать, которые я хотела заканчивать. Я пока что отдохну. Но, вот, единственное, еще парфюм, наверное, все-таки оставлю тот же самый. Пока что он мне не надоел за неделю. Пусть тоже будет. Пудру выбрала Givenchy Prism Libre. Любимку свою. Буду пользоваться. Тональная основа у меня будет Clinique City Block. Обычно я ее использую только в теплое время года, когда активное солнце, потому что здесь есть SPF 25. Но мне очень нравится ее тонкое покрытие. Это сейчас именно то, что мне нужно. Скорее всего, я буду искать что-то такое вообще облегченное, чтобы просто закреплять пудрой и все. Но пока что вот этим средством буду пользоваться. Бальзам будет Oriflame. Pure Nature. Красное яблоко и овес. Такое количество его. И помаду выбрала от Seventeen. Розовую. Видите, ее уже, в принципе, там немного. Это оттенок 396. Румяна будут у меня вот эти от Dior. Всем знакомые. Я их очень люблю. И, в общем-то, наверное, это и будет тот продукт, который я буду в ближайшее время заканчивать вместе с вами. Так что беру его на эту неделю. Карандашик вот этот тоже оставлю. И лак будет Chanel 543 Frizen. На этом все. На этом все. Большое спасибо вам за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok